Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не делали. Мы сегодня в полном составе приехали в центр Сочи для того, чтобы вам показать здесь цены. Цены на продукты, мясо, молоко, овощи, фрукты, может быть сыры, еще что-то захватим. Посмотрим. Мы вместе с вами сегодня дойдем до центрального рынка. Это, наверное, то место, где закупаются все местные, в принципе, те, кто приезжает чуть надолго в Сочи. Возможно, мы развеем мифы о дешевых фруктах здесь. Возможно, они будут дорогие, возможно, дешевые. Я пока не знаю. Мы там не были, были только на Адлерском. Кто приедет в Адлер, можете посмотреть выпуск Адлера. Ссылочка в описании под этим видеороликом. Вы в комментариях обязательно пишите цены свои в сравнении с Сочи. Как у вас? Мне очень интересно почитать ваши комментарии, как у вас на севере, кто-то, например, на Дальнем Востоке смотрит, кто-то смотрит из Калининграда, кто-то вообще из других стран нас уже смотрит. Я точно знаю, что наша аудитория расширилась. Делайте репосты данного видеоролика, подписывайтесь на канал, жмакайте на лайк и давайте начинать. Погнали! Итак, ребята, мы начнем наш путешественный рынок с улицы Новагинская. Меня уже несколько раз поправляли местные. Новагинская, не Новагинская, Новагинская. Здесь очень круто днем и ночью. Здесь полно всегда людей. Есть как теневая сторона, по которой мы сейчас и двигаемся, так и солнечная. По вечерам здесь каждая пальмочка подсвечивается. Здесь очень-очень клево. Очень много... Ага, вот, привет. Привет, привет, ага. В общем, здесь полно всяких магазинчиков, полно ресторанов на, в принципе, на любой кошелек, на любую кухню, на ваш, короче, вкус и цвет. Кто здесь гуляет с детками, можете, например, вот сюда пройтись, туда, в теневую зону. Там есть детская площадка. Здорово. Как жизнь? Отлично, у тебя как? Откуда ты? Не жарко? А? Жарковато. Жарковато. Мы из Сочи. Что это снимаешь? Опа. Лега, я куснул. Да кого снимаешь-то? Кого? Да кого снимаешь, говорю? Да кого? Ютуб, Ютуб канал, подписывайся, подписывайся, да, семянный чемодан, 10 тысяч, почти уже. Нифига, ты крутой, слушай, ну ладно, давай. Давай, счастливо. Так и мне, серьезно. Так, вот так вот, ребята, все приветствуются, доброжелательно. Видите, сколько тени у нас тут. Так, а дальше начинается администрация, там включили фонтанчик. Сейчас я вам покажу, какая там обстановка. В общем, здесь установлена традиционно в Сочи символика Олимпиада, что здесь проходила. Уличные играют музыканты, скрипка. Надеюсь, нам не отключат монетизацию из-за этих звуков. Вот так выглядит сочинская, ребята, администрация. Точнее, это сочинского района. Дальше администрация именно самого Сочи. Или наоборот, точнее, помню. Фонтан, где можно вот так вот детворить. А я, в принципе, взрослым окунуться, намочиться. Потому что, конечно же, здесь очень жарко. Ну, собственно, вот такая вот площадь. Да, Радюлька? В общем, как вы можете заметить, оживленная улица. Вечером, конечно, здесь людей гораздо больше. Вот такие вот огромнейшие пальмы. Все здесь свечится. Здесь очень красиво. Видите, вот это лампочки висят между пальмами. Красиво, звездочки. Все это светится. Движение здесь, конечно, на Вагинской улице великолепное. Ну, это самая главная туристическая улица в центре Сочи. Ну, я как уже сказал, да, полно всяких ресторанов, фото, локаций. В общем, если вы будете в Сочи, обязательно переезжайте на эту улочку, погуляйте. Ну, вы точно не пожалеете, вам точно понравится. Гляньте, как пальма прят. Классно. А для тех, кстати, кто не знает, раньше на Вагинской улице это была обычная проезжая улица. Здесь никто не ходил. И перед Олимпиадой здесь вот так вот все очень красиво закатали, окультурили и сделали пешеходную зону, где теперь уже не ездят машины, а ходят и наслаждаются туристы. Да. Сочи очень сильно изменился благодаря Олимпиаде. Плюс шлифануло Сочи еще чемпионат мира по футболу. И город стал номером один, куда переезжают многие. Ну, и, конечно же, фрилансеры. Вот так вот. Ну, а теперь давайте с вами переместимся на сам рынок. Будем смотреть и знакомиться с ценами. Погнали. Ребята, у нас есть свой авторский гайд. Путешествие по большому Сочи, где мы указываем все локации, как пройти, как проехать, цены, рекомендации, лайфхаки. Все это в нашей книжке, в нашем гайде. Перейдите по ссылочке, напишите нам в Инстаграм. Цена всего лишь 490 рублей. И гайд упадет вам на почту. И вы пропутешествуете по Сочи с наслаждением и с удовольствием. И очень простенько, и очень легко. Пишите в Инстаграм. Итак, мы подходим уже к рынку. Здесь рынок, он такой крытый, построен в виде торгового центра. А еще здесь очень много всяких, видите, торговиков тоже. Вот, например, вот такой вот палаток. Соответственно, здесь вот есть вот такая даже парковочка. Если повезет, припаркуетесь. И мы сейчас уже будем заходить в сам рынок. Итак, вот так вот выглядит вход в центральный рынок. Рынок Брэндс Истории. Смотрите, здесь вот сразу на входе можно посмотреть, что тут есть. По этажам, значит, все делится. Нам так понимаю, что нужен первый этаж. Вот, всякие кружки, шишки. Кому нужны сувениры, значит, сувениры. Есть указатель овощи, специи, второй этаж. Нет, нам сюда, нам... Да. Значит, пройдемся сначала по первому этажу. Сразу нас встречает палатка с рами. Смотрите. Изучайте. Так, самый ходовой, например, в нашем мире. Фета 230. Сгущёнка 100. До хрена она стоит... У нас на урожайной она стоит, по-моему, по 90. Сразу гранатовый сок здесь можно сделать. Вот по цене. Здесь вам сделают свежевыжатый сок. Давайте покажу вам, какие есть булки. Выпечка. Так, ну, сразу здесь приятно, что есть цены. Соленье. Видите? И вот по ценничкам. Так. Колбасы. Давайте вам покажу по колбасе. Не знаю, мы колбасы особо не едим. Не могу сказать, дорого это, либо недорого. Так, сосиски из индейки 73 рубля за 100 грамм. Так, молочка 92 рубля. Видите, банка. Мы на урожайке у себя покупаем за 72, по-моему. Так, по мороженому. Это ходовое мороженое. По цене. Вот цены. Так, дальше идем. Здесь тоже всякие соленья. Да, смотрится все очень вкусно. Единственное, что вот тут нет цен. Мне, конечно, это вообще не нравится. Когда нет цен, обмануть могут два счета. Красота. Так, дальше рыбка. Давайте с рыбкой вас познакомлю. Икра. 7500. Семга. 2700. Так, вот. Краб камчатский. Вот это настоящие крабовые палочки. Итак. Видишь, да, крабовую палочку? Вот настоящую, видишь? Ну. Не то, что его покупают. Ну, конечно. Икра банк, смотрите, 7500. Лосось 3700. О, вкуснейшая барабулька. 350 рублей пачка. Не, мы пробовать не будем, спасибо. Просто покажем. Парелька горячего копчения. Ааа, слюни текут прям. Сложно ходить по рынкам. Очень сложно. Когда-нибудь. Особенно, когда хочешь кушать. Так, вот краб камчатский тоже пятак. В банках есть за 3500. Вот так это выглядит. Большой, что есть? Рыбный отдел. Мясо. Пойдем? А, пойдем по срам, наверное. Дальше. Так, я тут хочу вам показать вот молочку, точнее сыры. Смотрите. Цены единственное, что нет. Но выглядит, конечно, классно. Масло домашнее. А что по ценам у вас вообще? Ну, вообще, да, хоть что-нибудь. Мы просто снимаем для Ютуба. 450, у них 650. В общем, разные, я понял. Домашние. В общем, здесь цен нет. А вот тут есть, видите? Вот, сыры. Здесь же 280 фета. Не-не, Бася. Вот, есть даже вот из Грузии. Я говорю, не особо удобно, потому что нету ценников. Мне не совсем это нравится. Так, яйцо перепелиное, сотку. И домашний, сто. Что вас интересует, тебя? Ну, вот, спасибо. Фотографировать на рынке нельзя. Вас видят, и все сделаются. Да-не, можно, это же общественное пространство. Очень полезно. Вот, G250. Да все, успокойтесь. Так, G250, это вот Благояр, местная фирма. Нельзя им. Так, и огромный выбор мёда. Вот, видите, кто-то адекватный, просят прям заснимить. 480. Всякий разный, гляньте. Огромнейший выбор мёда. Это всё местный, да, мёд? Нет? Вот, и тут тоже вот с орешками. В общем, выбор огромный. Так, давайте теперь пройдём по мясу. Покажу вам, сколько стоит мясо. Выглядит всё свежее. Самое, что... Нам сюда. Самое, ребята, что приятно, что запахов нет вообще. То есть, ходить нормально. Отходите, ребята. А что по цене? Можете сориентировать вообще? 250. 230. 250. Ага. Шейка 307. Ага. Всё. Понятно. Спасибо огромное. Вот. Ну, я думаю, что примерно у всех будет всё одинаково. Но самое важное, что это здесь не переполнено. Видимо, каждый день всё пополняется новым и свежим. И это очень хорошо. Здесь даже вот такая есть, типа, кафешечка. Можно покушать. Так, по ценам. Вот, например, видите, запечённые. То есть, готово. Здесь можно перекусить. Столики есть. И, кстати, ребята, здесь есть контрольные весы. Купили, подошли, взвесили. То есть, я думаю, что с контрольными минимум обмана. Ребята, я не знаю, как вам. Напишите своё мнение в комментариях. Но меня прям бесит, когда я иду по рынку. И нету вообще никаких цен. Как вообще ориентироваться? Вот в мясе. Ну, вы сами видели. Вот они на вас смотрят. Они считают так. У него есть деньги. Давайте мы ему цену лупим больше. Так, этому поменьше. Ну, конечно, сделают сюда побольше. Мне это непонятно. Теперь пойдём на второй этаж. Так, здесь, значит, смотрите, чтобы подняться на второй этаж. Можно подняться на лифте. А можно подняться на экскалаторе. А лифты, они вот они, тут находятся. Ну что, вот мы на втором этаже. Руку дайте мне один кто-нибудь. Руку дайте, говорю. Так, здесь сразу нас встречают гранаты. Огромный выбор чучкелы. Но нету цен. Так, яблочки 120 рублей. Зелёный горов. Так, здесь не сориентирую вообще по ценам. Ценников. Ребята, пожалуйста, всё желаю, всё интересует. А мы посмотрим пока. О, земляника пошла. Да, отлично, да. Что у вас вкусного, да? Что желаете, ребят? Не трогай ничего на жанру. А почём? А, вот, 250, ага. Манго. Клубника. Смотрите, абхазская. Есть большой выбор всяких разных варенишек. Прапки. Мне спасибо. Очень выгодно купить здесь. Так, вот тут, смотрите, по 200. Черешня. По 200, по 180. Огурцы 150, да какие-то они совсем бледные. Так, здесь, смотрите, клубничка за 200, персики, да, 250, 200, помидоры, укроп, кинза. Так, давайте покажу вам вот эту палатку по сухофруктам. Курага, изюм, курага, изюмы различные. Что-то дорого, да, 250, компотная смесь. Ну, смотри, как смесь. Ну, чистый, нормально. Нельзя снимать, здесь частный рынок. Нельзя снимать. Ну, да ладно, прекращайте. Опять нельзя. Ага. Так, Настя, пойдем. Так, тут, значит, смотрите, помидоры 250, но они 100% очень вкусные. Картошка по 60. О, адекватная цена на картошку. Свекла 70. Не, нормальная цена. А тут, смотрите, помидоры по 180, по 130. Морковка, не знаю, 200, 150. Ну, кто же, непонятно. О, красивые огурчики по 150. Смотрите, по 170. М-м-м, ну, пахнет помидорами, да. Это настоящий помидор. Да, ну да, дешево, да. И огурец, вот, огурец, это для, это очень рано. Да не, не, я пробовать не буду. Нет, ты попробуй, немного. Это домашний, маленький. Это идет детское питание. Да я не хочу, спасибо, что я не хочу. Что, возьмем маленькое? Ну, возьмем помидоры, вкусные. Или огурчиков маленькие. Возьмем эти помидоры, потому что они, ой, огурцы очень вкусные. Возьмем помидор, кто видит, я, Таня. Да возьмем, конечно, маленькое, на салат, давайте еще помидоры. Возьмем еще вот такие помидорки на 150. Ну, все, достаточно, достаточно. У них есть еще домашнее масло. Сколько там? Еще один дай, 200 рублей будет. 185. Помидорку? Да-да, помидоры еще дай. Настя переведет. Ну, что? Так, это сколько у нас получилось? Кило, кило 300. Сейчас попробуем на контрольных еще. О, смотрите, какая морковка. Такая, как у нас, в какой ядре. 60, чеснок 20, смотрите, 140 картошка, вот 130 картошка, орешек 650, здесь вот такая чоколадка Дары Кубани. Давайте посмотрим, что тут есть. 130. Нет, наверное, спасибо. 150 картошка, такой лучок есть. Это что такое, не знаю, что такое. Попробуйте. 130. Помидорки. Все выглядит очень-очень красиво. Редисочка. Вот тут есть. Короче, берем пакет и контрольные весы ставим. Да, все верно. Все, нас не обвешивали, это хорошо. И что, ребята, какие я хочу выводы сделать? Цены сами смотрите и пишите в комментариях, что-то дорого, что-то нормально. Что мне не понравилось, это то, что почти везде вообще нету оплаты картой. Нельзя приложить карту. Даже в Крыму, в самой задрипанной палатке можно рассчитаться картой. Здесь нельзя. Следующее, что мне не понравилось, это хамство от некоторых продавцов, мол, типа, что-то снимаешь, убери камеру, здесь нельзя снимать, здесь частная территория и так далее и то подобное. Да где хочу, там и снимаю. По факту, да? Как вы считаете? Тоже напишите в комментариях. Что еще нам не понравилось? Мне понравилось, что почти нигде, вы сами видели. Точнее, не почти нигде. Много где нету цен. Ты идешь, как дурачок, не понимаешь, что сколько стоит, нет никакой возможности прицениться и любую цену тебе называют, и ты за нее и будешь покупать. То есть, чтобы тебя обсчитали, это вот так вот, в два счета. Что касается недовеса-перевеса, классно, что стоят контрольные весы, можно проверить. Ну, нас, по крайней мере, не обвешали. Вы, если приходите на рынки, то же самое делайте, просто берите на контрольные весы, ставьте. В целом, пишите в комментарии, как вам рынок и свое мнение, как мы прогулялись с вами. Я с вами прощаюсь, увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok